Играя в топ-дивизионе, получаем по 56-66 сегодня в Росток. Хорошим техническим соперником, действительно, топ-дивизиона. Пропустили, пропускаем голы легко. Наверное, сегодняшнее пока положение так. За третий период, в принципе, ребята молодцы. Выполнили то, что попросили их на третий период, они это сделали. То есть в третий периоде вы просили, несмотря ни на что, их лезть на ворота? Да, просто побороться, навязать борьбу. По крайней мере, через борьбу придет эта уверенность, что только так можно. По технике на сегодняшний день пока эти команды. Мы можем взять только за счет какой-то работы, определенной борьбы и самоотверженности, характера. Тем не менее, в прошлом матче голов не было забитых. В этом матче сразу же ответили голом на гол. Как думаете, тоже за счет напора, за счет... Ну, не без этого, но с чего-то надо начинать, когда забивать надо будет. Насколько, считаете, помогает поддержка трибун, поскольку и сегодня, и в прошлом матче... Болеют колоссально, конечно, сами видите. Дома такого не имеем, конечно. Именно за Казахстан очень приятно, действительно. Как настраивать ребят перед матчами, тем более против США, это там реально играют будущие звезды, уже затрафтованные в НХЛ. А у нас Валера Токоров играет в КХЛ, то есть он взрослый регион. Как на нормальный матч, обычный, показать хороший в хоккей, навязать свою игру, постараться. Но не всегда это получается, по крайней мере в этих двух играх не совсем получилось. Но, тем не менее, я считаю, даже несмотря на счет такой вроде разгромной, но, по крайней мере, тем не менее, были положительные моменты, которые потом помогут ребятам все равно в дальнейшем. Это их карьера, они только начинают. Завтра у вас один день, получается, как выходной, но, тем не менее, игр нет. Какие планы и в каком-то настроении на следующий матч, тебе кажется, следующий? Отдохнем, проанализируем, посмотрим моменты, посмотрим соперника будущего. Более здесь будет матч, наверное, на дневной матч сходим. Но в целом, что уже сейчас на данном этапе вы думаете о следующем сопернике? Что скажете, как играть? Ну, такой же хороший соперник такой, ну, европейский вариант, конечно. Посмотрели их, интересные ребята есть, такие же цепкая команда. Есть техничные ребята. Но играть можно. Сегодня дважды у вас сменялся вратарь в воротах. Это такая задумка была или по ходу игры? Ну, так получилось по игре, просто смысл был. Глад, он не совсем сразу вошел там. Демид, ну, пропустил пять. Смысл делал, ломать уже, психологию, зачем. Но Влад молодец, он потом поменял Демид, он здорово отыграл. Да, то есть в третьем периоде, в принципе, очень много его спасений, которые сопрождались опять. Уверен, то, что он был именно в третьем, показал то, что от него требовалось в начале, и молодец. А что вы увидели из игры за эти два дня, Виктория? Ну, многое, конечно, что подстраиваться под такого соперника тяжело. Очень техничные, действительно, ребята играют в хороших лигах. Я думаю, что Финляндия, что американская команда, я думаю, многие ребята пойдут дальше в хороший хоккей. В принципе, есть к чему стремиться и на что смотреть нам.